В этом видео я вам расскажу, как я выбираю гитару. В первую очередь я вам расскажу, как называются части гитары. Это гриф. Это барабан. Это нижний порожек. Это верхний порожек. Это колки. Это струны. На грифе есть лады. Вот они. От размера барабана и толщины зависит звук. Чем больше барабан, тем ярче и глубже звук. Гитары. Если вы хотите приобрести гитару, то желательно с собой взять линейку. Необходимо провести линейкой по всему грифу. И посмотреть, нет ли зазоров между ладами и линейкой. Например, на этой гитаре зазоров нет. То есть вот здесь вот бывают зазоры. Или наоборот, отдельные порожки стоят относительно других, или выше, или ниже. Если вы видите, что порожки или выше, или ниже, то такую гитару лучше не брать. Или гриф искривлен. Желательно посмотреть на высоту струны от первого лада, получается, вот здесь. Чтобы она была меньше 1 мм. Примерно где-то 0,5 от миллиметра. Далее необходимо посмотреть на 12 ладу. То есть высота от струны до лада должна быть не больше 2 мм. Если же у вас нет под рукой линейки, то вы можете посмотреть на гитару, как обычно это делают скрипачи. Сначала с одной стороны, потом с другой. При постановке баре у вас усилие должно быть не очень большое. Мне на почту часто приходят письма с таким вопросом. Почему сложно зажимать баре на первых ладах? Если гитара не соответствует тем стандартам, про которые я говорил ранее, то зажимать баре будет очень сложно. Обратите внимание, что зажимая на первом ладу, я не очень много усилия придаю этому нажатию. И в то же время звук от струн чистый, то есть без всяких дребезжаний. Еще необходимо провести вот таким вот образом на каждом ладу. То есть на первом ладу. Желательно отдельно каждую струну. И так далее. Также необходимо проверить гитару флажолеты. На 12, 7 и 5 ладу. То есть слегка прикасаясь к струне пальцем и дергая ее. Лучше проверить все струны. Если на гитаре звук такой же чистый, то гитара соответствует стандартам. Ширина грифа. Я предпочитаю узкий гриф на акустической гитаре. Так как у меня еще есть электрогитара, на всех электрогитарах гриф узкий, то мне удобнее переходить с акустической гитары на электрогитару. Продолжение следует... Продолжение следует...